Продолжим информационный час на телеканале Алматы. Смотрите сегодня выпуски. Два города и несколько сел подтопило в Туркестанской области. Какой ущерб нанесен местным жителям? Жители целого квартала в городе Кунаев замерзают в своих собственных квартирах. Что не так с отоплением? Подробности в материале Дамира Анитова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мощный потоп сегодня обрушился на Туркестанскую область. Большая вода частично затопила несколько районов. В результате удара стихии пострадали люди и животные. Власти региона провели экстренное совещание с представителями ДЧС, чтобы оценить масштабы и последствия природного катаклизма. За ситуацией в регионе следит Тина Кудайберген. Из-за обильных осадков и таяния снега затопило 15 населенных пунктов, в том числе автодороги. Сотрудники полиции были вынуждены временно закрыть трассы, чтобы избежать несчастных случаев. По данным регионального ДЧС, из зоны бедствия эвакуировано 154 человека. 93 из них – дети. Вот Бабай-Курганский сельский округ, село Улгили. Происходит тут такое наводнение. Глава региона проводит совещание с представителями ДЧС в экстремальных условиях, чтобы выработать меры по ликвидации последствий удара стихии и спасению людей. Эвакуацию надо провести. Мы ведь не знаем, как будет ночью. Затем их нужно обеспечить едой. Только в Сауранском районе подготовили 4 эвакуационных пункта для временного размещения жителей. Всего в работе по откачке дождевой воды задействовано 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп и одно плавсредство. По данным ДЧС, к этому часу осадки прекратились, но поток воды продолжает поступать. На хребтах Каратау есть естественные каналы. Вода везде выше нормы. Из-за этого вода, поступившая через два оврага, не поместилась в канал и затопила населенный пункт. Под воду ушли 23 участка и 11 автодорог областного значения. В связи с туманом и гололедом в регионе временно закрыты трассы Улан-Сузак-Якпенде и Шаян-Шолак-Корган. В Сузакском районе из-за резких перепадов погоды были перекрыты ряд дорог. Поэтому просим жителей и гостей области не выезжать на дорогу. Из сталой воды в Ардабасинском районе на двух каналах Найман и Куртай также повысился уровень воды. Сейчас она впадает в реку Арысь. Тем временем в Талдыкургане без тепла сегодня остались тысячи людей. Все из-за прорыва на одной из магистральных тепловых сетей по улице Жильтоксан. В результате отопления лишилась значительная часть объектов нескольких микрорайонов в центре города. В том числе порядка 70 многоэтажек, 30 частных домов и 12 бюджетных организаций. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтные работы. Задействованы около 20 человек и 10 единиц спецтехники. Устранить аварию и возобновить подачу тепла планируется до полуночи. Это первая крупная авария за весь период отопительного сезона, говорят специалисты. У нас вообще три магистральных сетей. Вот это одна из магистральных сетей. Эта труба ориентировочно была построена в 2007-2008 годах. Каждые 15-20 лет необходимо проводить капитальный ремонт. На будущий год этот участок мы обязательно заложим в мероприятие по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Между тем, в Кунаеве жители целого квартала испытывают проблемы с отоплением каждый год. Люди утверждают, что без обогревателей и других подручных средств в квартирах прохладно. Знают ли местные власти о сложившейся ситуации и что говорят тепловики, расскажет Дамир Анитов. Домашние тапочки, теплый халат и горячий чай – это неизменные атрибуты Валентины Хаденко. Дома холодно, как на улице сетует женщина. Обогреватели хоть как-то спасают ситуацию. Однако плата за тепло слишком высока. Для того, чтобы оплатить коммуналку, приходится раскошеливаться, говорит пенсионерка. Очень холодно. Мы думали, что у нас будет областной город, мы будем заживем. А у нас то же самое. Мы уже ходили в ЖКХ и везде, и у нас проблемы не изменяются никакие. Обещают, обещают, но все на одном месте. За свет очень дорого плотим. И еще и выключают очень часто у нас свет в нашем микрорайоне. А это самая холодная комната в доме, несмотря на то, что здесь три обогревателя и батарея. Но не поверите, и это не все. Женщина также использует вот такой вот лайфхак. Она заполняет бутылки кипятком и ложит под одеяло. Говорит, что тепла хватает на 30-35 минут. Выяснилось, что подача тепла в многоэтажку в норме. Но батареи все равно холодные. С чем это связано, попытались объяснить тепловики. Мы подаем горячую воду температурой в 77 градусов, отдача 54 градуса. То есть наша основная цель – дать тепло до первой задвижки. Дальше мы не лезем. Этим должны заниматься сами жильцы. Для этого и созданы КСК, ОСИ и ПТ. Мы свою часть отрабатываем как положено. Вот только чтобы отремонтировать изношенные трубы, необходимо согласие всех жильцов. Некоторые из которых – должники и квартиранты. Без их участия проблему не решить. Дамир Анитов, Медеца Матола, телеканал Алматы, Алматинская область. Казахстанцы начнут обучать блокчейн-технологиям. Совсем скоро в нашей стране запустят образовательные платформы, где все желающие смогут изучить правила работы с цифровой базой данных. Это повысит киберграмотность пользователей при возможном запуске в оборот криптовалюты. Такими планами эксперты индустрии поделились на пятом международном диджитал-форуме в Алматы. Каких еще обновлений ждать на цифровом поле, поделится Адина Смогулова. Десятки креативных стартаперов, сотни лидеров международного IT-сообщества и тысячи желающих стать частью события. Таким масштабным выдался в этом году юбилейный технологический форум, где главная повестка дня – глобальная IT-трансформация. Мы намерены начать создание цифрового двойника города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики, единая система в виде монетоника уже в этом году покроет до 80% территории города. Особенность форума и в возможностях для IT-криэйторов. Им организовали пространство для выставки своих стартапов и презентации их приглашенным спонсорам. Отличный шанс проявиться в цифровом сообществе и заодно монетизировать детище. Ну а изюминкой события стала вот эта – диджитал-юрта. Это своего рода коллаборация современных решений с национальным колоритом. Мы хотели показать, что можно развиваться в ногу со временем, но и не забывать о традициях. А по сути, это площадка для подкастов. То есть любой желающий может прийти сюда и обсудить со спикерами интересующие темы. Испытать свои силы и знания смогли в этот день и специалисты по робототехнике. Пока акулы IT-индустрии обсуждали будущие сферы, эти юные разработчики боролись за первенство в международном чемпионате. Словом, все здесь говорит о тотальной цифровой трансформации жизни. Начиная от дронов-ракет до роботов с высоким интеллектом. Диджитализация коснулась даже сферы госуслуг. После пересмотра вот этих жизненных ситуаций мы переводим самые основные в проактивный формат. Когда не надо гражданам или бизнесу взаимодействовать в личную с государством, с представителями государства. А когда можно получать невидимым образом госуслуги, сервисы от государства. Форум продолжится и завтра. С раннего утра спикеры, а это главы правительства ЕАЭС, вынесут на обсуждение тренды цифрового рынка и глобальные проблемы майнинга. Одина Смогулова, Аня Халуов, телеканал Алматы. Три выпускника казахстанской программы «Булашак» вошли в топ лучших исследователей мира. Об этом говорится в ежегодном рейтинге 2% самых авторитетных ученых мира, которые составляют аналитики Стэнфордского университета. Исследование представляет собой две базы данных. В первом рейтинге – самые цитируемые ученые за всю карьеру, а во втором – самые цитируемые за последний год. Кто из отечественных профессоров попал в успешный список, знает Салтанат Нургалиева. В любой области человеческой деятельности очень важно получить признание, когда тебя признают, причем в свои времена, а не так, а потом, через десятки лет. Доктор физико-математических наук Радбай Морзакулов вошел сразу в два списка. Наиболее цитируемый ученый за 2021 год и как самый цитируемый в мире на протяжении всей карьеры. Профессор известен за свои исследования в области космологии, астрофизики и гравитации. Автор более 400 научных работ, 300 из которых опубликованы в западных журналах, отмечает, мировое признание стало еще одним стимулом активнее заниматься наукой. Теория Салитонов, она, в Казахстане до меня не было специалистов, я это привез сюда, в Казахстан. Здесь у нас есть своя школа по теории Салитонов. Две школы у нас по теории Салитонов, это раздел математической физики, то есть математики. А второе, вот это теоретическая физика, это астрофизика и гравитация. Две направления. Вот у меня возникает выбор, я согласен. Вот один из проектов, над которым мы работаем, поменять бетонные брусчатки на керамические. Профессор Сарсенбек Монтаев занимается производством строительных материалов. Ученый прошел научную стажировку в Японии по специальности нанотехнологии в рамках программы «Булашак». Сегодня он руководит проектом по улучшению структурно-механических свойств почв земель сельскохозяйственного назначения. Все исследования, прорывы начинаются с лабораторий. Изучив все досконально, мы уже переходим к следующему этапу. Смотрим, какому производству будет интересен наш материал. Мы ведь используем самые последние технологии. Смотрим и на экономический фактор, будет ли дальше продаваться. Мы, как ученые, должны тесно взаимодействовать с производственными предприятиями, интересоваться, что им сейчас нужно. Также в рейтинг лучших ученых за 2021 год попал казахстанский профессор, член Института управленческих бухгалтеров США и Британской ассоциации бухгалтерского учета и финансов Нурлану Розалин, который сейчас находится за границей. Очень рад, что мои научные публикации широко цитируются учеными со всего мира. И, конечно же, для меня огромная честь получить столь высокую оценку от ведущих экспертов Стэнфордского университета. В настоящее время нахожусь в Англии, работаю совместно с другими учеными из Великобритании, США и Франции над научными проектами. Словом, наука Казахстана не стоит на месте. А отечественные ученые не только вносят свой вклад в развитие сферы, но и прославляют ее на международной арене. Салтанат Нургалиева, телеканал МАТЫ. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее в выпуске. Казахстанцы могут получить надбавку к зарплате, но только в исключительных случаях. При расходах на медицинские услуги, которые не входят в перечень ОСМС. Об этом сообщили в Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Все тонкости налогового вычета попыталась понять Мираль Жанова. Астанчанка Айнур Мусина регулярно посещает дантиста. Замена пломбы, лечение кариса обходится в круглую сумму, признается девушка. В год на поход к стоматологу она тратит около 300 тысяч тенге, поскольку эта медуслуга не входит в перечень ОСМС. Хотя работодатель производит отчисления по медстраховке, говорит она. В целом я несколько месяцев собираю свою зарплату для того, чтобы в частной клинике пройти обследование, вылечить свои зубы, потому что зарплата она очень маленькая. И ее, естественно, недостаточно для того, чтобы в частной клинике у хорошего стоматолога вылечить зубы. А вот согласно пункту 1 статьи 348 налогового кодекса, 10% от стоимости отдельных видов лечения казахстанцы могут вернуть в виде надбавки к своей зарплате. Для этого достаточно отнести бухгалтерию место работы, договор об оказании медуслуг, акт выполненных работ и чек об оплате. Если договор не заключен, его предоставлять не обязательно. Если расходы на медицину составили 100 тысяч, то экономия 10 тысяч. Если у вас расходы на медицинские услуги будут, например, в сумме 250 тысяч, экономия будет 25 тысяч. В Комитете госдоходов эту информацию подтвердили. Однако сообщили, что эта схема надбавки к зарплате не действует на косметологические услуги. Согласно пункту 3 статьи 348 налогового кодекса, вычет на медицину применяется в размере не более 94 МРП, то есть 324 тысячи тенге за календарный год. Если человек получил медицинскую услугу на сумму 324 тысячи тенге и более, он может получить надбавку к зарплате в размере 32 тысячи тенге. Стоит отметить, что работодатель возмещает платные медуслуги работнику не за свой счет. В качестве надбавки к своей зарплате человек получает индивидуальный подоходный налог. Другими словами, бухгалтерия перечисляет его не в бюджет государства, а на счет работника. Мира Альжанова, Нурлан Утигенов, Ринат Утеев, телеканал МТ «Астана». Упростить порядок проведения забастовок намерены в Казахстане. Соответствующий закон одобрили депутаты Сената. Документ разработан для совершенствования трудовых конфликтов. Новшество сокращает сроки организационных вопросов забастовок. Моя коллега Адалина Сипова побывала сегодня в Сенате и готова рассказать, какие еще вопросы обсуждают в парламенте. Для того, чтобы правильно организовать забастовку, и она имела соответствующий статус, нужно знать все тонкости законодательства. Сначала недовольные работники должны выдвинуть требования. Вопрос рассматривает примирительная комиссия. Если договориться с сторонам не удалось, создается трудовой арбитраж. Сейчас это может занимать до пяти дней. После изменения срок сократится до трех дней. Кроме того, работодатель будет обязан создать условия для проведения акций протестов и предоставить помещение. Также казахстанцы смогут проводить предупредительные забастовки. Длительностью не больше часа и численностью не более 50 человек. Представители Минтруда говорят, что в прошлом году официальных забастовок не было. Только трудовые конфликты. Было порядка 260 предприятий, где были риски возникновения коллективно-трудовых скорб. То есть это не означает, что там были забастовки. Из этих 260 в 50 компаниях фактически произошли трудовой конфликт. Вот в том понятии, что работники, скажем так, приостановили свою работу более трех часов. Конкретно, то есть не выходя на рабочие места. Еще один закон, который сегодня одобрили депутаты, касается модернизации автомобильных пропускных пунктов в Кыргызстане. В рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу соседняя страна еще в 2015 году должна была модернизировать свои пропускные пункты. Но до сих пор этого не сделала. Ратификация протокола позволит продлить сроки сдачи объектов. В целом модернизации подлежит 14 пунктов пропуска, из которых по двум автомобильным пунктам пропуска работы не завершены. Это Таргурат на границе с Китайской Народной Республикой и Карамык на границе с Таджикистаном. В Министерстве финансов утверждают, что установить современное оборудование на пограничные посты в Кыргызстане сначала помешала пандемия, затем военный конфликт на границе с Таджикистаном. Ратификация протокола даст соседям отсрочку. Далее Насипова, Дания Румар, Ринату Теев, телеканал Алматы, Астана. К событиям в мире. В Великобритании началась крупнейшая за последние 10 лет забастовка. К национальной акции протеста присоединились около полумиллиона работников. Поводами послужили рост инфляции, инициатива по введению минимального объема работы для бастующих. Участники шествия требуют улучшить условия труда и повысить зарплаты. Из-за массовых протестов в Соединенном Королевстве были закрыты тысячи школ, сорваны лекции, нарушена работа общественного транспорта и железнодорожного сообщения. А многие авиарейсы отменены либо задержаны. В Боливии растет число заражений лихорадкой Денге. Местные госпитали не справляются с нагрузкой. Людям приходится подолгу ждать своей очереди на прием. В самих медучреждениях ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов, поскольку медсестры и врачи также заражены. На сегодня около 70% инфицированных проживают в регионе Санта-Крус. Только за последнюю неделю число носителей достигло 700 человек. Пик заболеваемости приходится на сезон дождей. Человек заражается от укуса комаров. Вирус не передается от человека к человеку. Более 100 тысяч алматинцев смогли трудоустроиться через Центр занятости населения в прошлом году. Больше 60 тысяч жителей получили социальную помощь. Об этом сообщили на заседании коллегии по вопросам социальной и трудовой сферы. Особое внимание было уделено гражданам с инвалидностью. Всего за прошлый год программами реабилитации были охвачены 90% жителей. В текущем году мы планируем закупать инновационные средства реабилитации для лица инвалидностью, а также проводить работу новые механизмы по трудоустройству граждан. В целом по итогам 2022 года занятость населения, уровень безработицы населения снизился до 5%. Это очень хороший показатель. В этом году мы также будем работать над тем, чтобы данный показатель держался на этом уровне, либо также снижался. В этом году мерами социальной поддержки планируется охватить 155 тысяч граждан. Также, по данным Минтруда, предусмотрена возможность микрокредитования безработных до 5 миллионов тенге под 2,5% в год. В целях улучшения инклюзивной среды для лиц с инвалидностью построят социальные, медико-научные и другие центры. Выборы Мажелиса и Маслихатов – завершающая фаза перезагрузки системы управления госаппарата. Один из значительных этапов демократических преобразований – конечная цель которых создание нового справедливого Казахстана. Важным его процессом станет приход в политику людей новой формации, способных продвигать эффективные идеи и взаимодействовать с отраслевыми профессиональными ассоциациями. Президент запустил процесс кооптации элит. Президент расширяет тех людей, которые могут и должны влиять на развитие общества. Это очень важный процесс, тем более специфика этих выборов в том, что помимо пропорциональной системы мы имеем возможность сейчас увидеть еще людей, которые проходят в политику по мажоритарной системе. Я вообще надеюсь, что вот эти выборы наконец-то начнут формировать процесс формирования профессиональных политиков. Новое инновационное приложение по оказанию помощи в экстренной ситуации разработали в Алматы. Оно позволяет в один клик вызвать группу быстрого реагирования. Например, в случае возникновения угрозы для жизни человека. Пользователю достаточно нажать тревожную кнопку, и помощь прибудет в течение пяти или десяти минут к месту вызова. По словам создателей, мобильное приложение позволяет предотвратить потенциальные преступления, содействуя госорганам в обеспечении безопасности населения и сохранности правопорядка. Мы живем в комфортном мире, где можно заказать еду, вызвать такси, заказать продукты питания в один клик. Поэтому мы и подумали создать приложение, чтобы можно было вызвать помощь в один клик. В приложении создана связь с экипажем прибывшим, то есть он может с ним связаться, объяснить, какая помощь ему нужна. В Алматы сегодня эвакуировали работников Алматинского электромеханического завода. Это произошло в рамках тренировки по гражданской обороне. Всего в мероприятии вместе с сотрудниками ДЧС приняли участие 155 человек. Для реалистичности спасатели воссоздали аварийные ситуации на объекте, требующие незамедлительной эвакуации. Данные мероприятия проводятся для того, чтобы каждый человек, работающий в этом категорированном объекте, знал действия свои, практические действия, как и в каких ситуациях действовать, например, соблюдать технику безопасности при эвакуации людей. Специалисты также объяснили работникам, как потушить огонь первичными средствами до приезда пожарных. Добровольцам удалось ликвидировать пламя с помощью новейших устройств. Возгорание потушено. Одно из новинок – самоосрабатывающее устройство пожаротушения. Очень удобно его использовать. Перезаряжать не надо, 5 лет хранится оно. При пожаре, допустим, огненное какое-то помещение будет, если там крупное возгорание, можно накинуть 3-4 шара, может и 5, и 6. Таким образом образовать проход, чтобы спасти людей, пострадавших вынести. Многодетная семья из Шимкента отметила долгожданное новоселье. Матери-одиночки подарили пятикомнатный дом. Раньше Мария Мухтасарова с пятью детьми ютилась в столовой одного из городских кафе. Узнав об этом, неравнодушные казахстанцы организовали сборы. С новоселами встретились и наши корреспонденты. Слово Тини Кудайберген. Любящего супруга Мария Мухтасарова потеряла три года назад. Без единственного кормильца оплачивать аренду квартиры она не смогла. В итоге многодетную семью выселили. Это нелегко. В кафе приходят много разных людей. Всегда боялась, что они могут обидеть детей. Как много я не работала. Сложно, когда ты тянешь все одна. Я не хочу, чтобы мои дети жили в холоде и болели. На помощь матери-одиночки откликнулись все неравнодушные казахстанцы. Собрав нужную сумму, семье подарили пятикомнатный дом в поселке Шубарсу. Счастливому новоселью очень рады и дети. Теперь они будут жить в тепле и уюте. В сборе средств активно помогала и школа, где учатся дети Марии Мухтасаровой. Всего удалось собрать 21 миллион тенге. На 20 купили дом, а на миллион его обустроили. Мы разбираем все собранные письма и составляем список нуждающихся. Потом ставим их в очередь, потому что таких людей очень много. Затем мы проверяем все. Встречаются люди, которые просят о помощи, хотя на самом деле в ней не нуждаются. В итоге в рамках работы нашего фонда раз в месяц мы делаем одну самую счастливую и покупаем дом. В фонде намерены и дальше помогать многодетным семьям, которые нуждаются в помощи. Тина Кудайбергена, Абзал Турабеков, телеканал Алматы Шимкент. Знаменитый немецкий габаист Питер Вилл исполнил произведение казахстанского композитора Рахат Би Абдысагина. Композицию «Шиммеринг» из антологии «Selected Solo Works» музыкант и сыграл на сцене консерватории в Таиланде. Это своего рода профессиональный подарок коллег о дню рождения казахстанскому Моцарту. Отмечу Рахат Би, единственный отечественный автор современной академической музыки, чьи произведения исполняются за рубежом. Сейчас стипендиат программы «Булашак» обучается в одной из лучших консерваторий мира в Шотландии. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Делиться интересными новостями вы можете по номерам, указанным на экране. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин